Вот, посмотри, все это время выстраивалась некая вертикаль власти. Ну, абсолютно коррупционным путем это делалось, да, то есть покупались депутаты, формировалось парламентское большинство, там, по ночам избирался президент, то есть по ночам избиралось правительство назначалось, там, утверждалось, каким-то образом неконституционным избирался президент, формировалась силовая структура параллельно, да, то есть суды, прокуратура, полиция, вот, формировался административный ресурс в виде примарий, в виде, там, сотрудников госпредприятий и так далее, то есть достаточно много затратно было потрачено и время, и деньги, и так далее. И вдруг происходит нечто, что не... А, эксперты, аналитики, социологи, вот, вся эта вот, так сказать... Все поют дифферамбы, все говорят, что все будет хорошо. Конечно, и вдруг вот все, что было построено путем неимоверных усилий и затрат, вдруг все дает сбой. Колос на глиняных ногах? Ну, выборы показали, что да. Выборы показали, что да. То есть у всех было понимание, что Сильвия Раду выигрывает, если не с первого тура, то со второго, то во второй точно она выходит. А дальше, в принципе, башне было все равно. Будет это Чебан или это будет Сильвия Раду, по большому счету какая разница. То есть это будет в любом случае контролируемый какой-то человек. Вот. Под это дело стряпались социологические опросы, под это дело создалась какая-то аналитика, под это дело была экспертиза, вдруг под это дело мобилизовался действительно административный ресурс. И вдруг все это оказалось чистой фикцией. Оказалось, что ничего нет. То есть деньги потрачены, время потрачено. И ничего. Вдруг выигрывает совершенно внесистемный человек. Повторюсь, Чебан Раду было все равно, потому что это люди системы. И вдруг выпрыгивает Настасик, который, в общем-то, к системе отношения не имеет. Наверное, имеет какой-то другой, но не к этой. Происходит системный сбой. Значит, дальше начинается то, что мы сегодня обсуждаем. Политической логики, повторюсь, нет. По политической логике проще было бы запустить Настасе в примарию и каждый день на девяти каналах, которые принадлежат Демпартии и партии социалистов, рассказывать о том, какой он слабый, тупой, бесхозяйственный, ничего не может сделать, пока демонстрирует дырки на асфальте, темные улицы, неспособность договориться с муниципальным советом, неспособность к компромиссу, неспособность решать проблемы Кишинева и так далее. Но это был целый год. В этом была политическая логика. В том, что произошло, не было политической логики, потому что ее не было в принципе, потому что это был чистый инстинкт. Демонстрация силы. Демонстрация своим, не обществу, не западным партнерам по деградации, а своим, которые подвели. Подвели, все подвели. И параллельно происходит что? Попытка консолидировать обратно вот эту вертикаль, которая с таким трудом, так сказать, строилась и которая дала сбой. Вот, собственно, и все. Фильм «Крестный отец» это называлось. Фильм «Крестный отец». Продолжение следует...